всем привет дорогие друзья к нам приехала мама и сегодня у нас такой расслабленный день шопинга сначала мы идем покупать сим-карту положим деньги на проездной билет ну и конечно же покажем вам все чтобы ездить на общественном транспорте вала не вы можете пользоваться вот такими вот кент картами и где можно положить деньги на эти карты вот в таких вот отделах магазинах где есть вот такие вот объявления сегодня мы положили деньги на эту карту вы стал и позар и магазине салфа стоит проезд с этой карты я точно не знаю по моему может быть на 50 на 25 порушить дешевле чем когда вы просто покупаете билет ну все равно получается какая-то скидка в алании в махмут варе есть много мест где можно положить деньги на эту карту в описании к этому видео я скину ссылку на картинку которая на которой написаны все отделения и магазины где можно положить деньги на карту человек приехавший из мурманска смотри сколько фруктов на рынке больше завтра на рынок пойдем но сейчас пока мы идем по улице 25 метров дома до магазина связи турксель покажу вам что здесь у нас происходит сейчас сколько часа два наверно до дня народу немного это нормально мы идем в тенечки потому что на солнце очень 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 жарко и наверное на пляжах скором времени мы сходим на пляж на пляже наверно аншлаг сейчас мы идем магазин турксель и узнать стоимость на симке и в магазин или тишим там мы будем покупать чехлы на телефоны в туркселе карточка стоит 103 лиры sim карта и дают еще сколько-то минут я точно не узнала и по моему 2 гигабайта интернета но если вы приезжаете ненадолго то конечно же вам выгоднее покупать в туркселе ком за 90 лет здесь очень демократичные цены в этом магазине на чехлы например самый обычный силиконовый чехол стоит 15 лир очень много очень много фирму в общем очень большой выбор и также поменять стекло стоит всего 10 лир поэтому мы всегда ходим сюда и очень кстати довольны сервисом наш любимый магазин green body со всякими натуральными мылами и так далее но к сожалению самого главного хозяина джумали бы который бы нам помог и подобрал нам правильное масло и правильно мыл его нет поэтому придем следующий раз а сейчас мы куда пойдем пойдем в магазин а сейчас мы пойдем в магазин brandbox смотреть маме всякие разные красивые вещи мы в махмутларе да давно очень мы здесь не были махмутлар изменился сегодня воскресенье и как вы знаете в анталии проходит фестиваль золотой апельсин и один из фильмов из конкурсной программы показывают сегодня на центральной площади в общем под открытым небом поэтому пойдемте вместе с нами посмотрим что что там происходит интересного но и посмотрим конечно же ночной махмутлар в махмутларе очень большая широкая набережная здесь можно гулять можно кататься на велосипеде на роликах сейчас очень хорошая прохладная такая погода и мы идем самый самый центр города доехать до махмутлара можно на автобусе на зелененьком автобусе из центра аланьи можно на автобусе 1 или 101 до начала махмутлара самом центре махмутлара здесь раньше была пустая площадь а сейчас здесь сделали кафе поставили лавочки теннисные столы в общем обустроили территорию народ очень любит здесь отдыхать а еще сделали вот такую вот детскую площадку очень большой парк здесь получился вот это вот старое здание это раньше была здесь мэрия а сейчас там находится больница когда я приехала в турцию 7 лет назад я приехала в махмутлар это было когда 26 мая 2010 года до 26 мая 2010 года и первые сколько два года первые два года я жила в махмутларе потому что да даже три года потому что фирма в которой я работала располагалась офис был здесь недалеко в то время махмутлар не был так сильно застроен как он застроен сейчас сейчас здесь просто образовались можно сказать такие каменные джунгли город конечно облагораживают строит очень много детских площадок парков здесь очень много кафе и ресторанов популярное место среди русских и скандинавов здесь прям целые комплексы есть где живут одни например норвежцы или датчане или русские есть ирландские дома в общем такой очень интересный специфический город кстати напишите в комментариях если кто-то из вас отдыхает или любит отдыхать махмутларе вот так вот выглядит центр города в центре расположены вот такие вот часы и здесь центре города по субботам проходит рынок овощной фруктовый а по вторникам чуть дальше отсюда наверно в кварталах пяти в общем тоже недалеко от центра по вторникам вот на вот на этой площади проходит пятничный нет субботний рынок и вот там вот вдалеке мы видим сидят люди и смотрят кино я конечно думала что вот на это здание повесят огромный экран но по всей видимости показывают вот в этом трейлере потому что этот трейлер ездит по разным городам и показывает фильмы которые участвуют в программе фестиваля алтен портака золотой опусим который проходит каждый год в анталии фильм называется дорога в школу я думаю что мы сейчас его смотреть не будем потому что мы уже опоздали махмутлар является одним из 110 центров 110 районов аланьи торговые улочки здесь выглядит вот таким вот образом принципе они все одинаковы где-то есть фонтаны кафешки магазинчики где можно посидеть вечером кафешках попить турецкий кофе или чай ну или просто прогуляться по центру города или по набережной есть здесь также вот такой вот небольшой парк для детей где можно покататься на качелях поиграть в настольный футбол есть вот такие вот машинки небольшой кафе вот такие вот всякие разные аттракционы многие за спрашивать сколько стоит такси из махмутлара в аэропорт газипаша вот пожалуйста 130 лет цена и можно уехать из махмутлара из центра около птт около почты находится вот этот такси станция в махмутларе также как и в алании есть улица рукодельниц где вы можете приобрести как я вам уже показывала украшение ручной работы вот такие вот красивые расписные тарелки различные вязаные вещи для детей для маленьких детей ну и конечно же для взрослых расписные тыквы здесь есть интересные мирова ну и конечно же украшения вот такие вот украшения ручной работы очень красивые здесь делают изделия и по очень привлекательным ну даже дешевым ценам различные ракушки очень большой выбор поэтому если вы отдыхаете махмутларе заходите приходите на эту улицу находится она самом центре вот около вот этого парка кстати парк здесь тоже облагородили фонтан стал подсвечиваться но может быть он и раньше посвечиваться потому что я махмутаре было наверное точно полгода назад если не больше но здесь всегда вот так вот красиво а в этом районе махмутлара мы жили вот такой вот большой здесь детский парк сделали очень много народу когда мы здесь жили его не было вот этого дома тоже не было его только начинали строить в общем очень красиво здесь облагородили территорию здесь просто была речка ее сверху закрыли и сделали вот такой вот парк а жили мы вон вон в том доме а вот в этом парке даже есть уличная библиотека также мэрии алании здесь можно взять за твой шкаф здесь книжки и потом сложно открывается почитать и положить обратно либо принести какие-то свои книжки поменять на вот эти вот здесь лежащие и вот в этом доме мы жили на четвертом этаже на четвертом этаже мы жили и здесь также есть бассейн и рядом школа здесь было очень шумно когда звенел звонок каждый день в общем нам доставляло это большие неудобства поэтому друзья когда покупайте квартиру смотрите чтобы она была далеко от школы потому что около школы очень шумно и ночью иногда дети играли баскетбол и было конечно не очень весело да на наши в нашей квартире сейчас никого нет рядом построили еще один дом которого не было здесь был сад и деревья в общем махмутар очень очень сильно изменился сейчас мы идем по одной из туристических улиц махмутларом улица на мячах и здесь расположено тоже большое количество всяких кафе магазинов очень многое поменялось конечно с того момента как мы здесь жили как тебя вам поменялось поменялось очень сильно всегда больше стола домов не узнать ну и вот так вот туристы проводят вечера в ресторанах отдыхают слушать музыку ну и конечно же вкусно кушают махмутларе еще есть одно кафе многие знают хозяйку этого кафе ее зовут ответ мы к ней хотели сходить в гости но к сожалению кафешка ее закрыта в описании к этому видео оставлю ссылку на прошлое видео которое я с ней делала она очень хорошо говорит по-русски она работала журналистом мы жила в украине в россии в общем она говорит по-русски наверное лучше всех нас всех нас вместе взятых поэтому по ссылке в описании смотрите видео одно из первых на моем канале где мы разговаривали с афет она рассказывала свою историю жизнь уже вернулись обратно из махмутлара в аланию кстати доехать до аланьи из махмутлара ну и из-за аланьи махмутлар стоит 3 лиры на человека многие спрашивают менять ли доллары на лиры на евро конечно же меняйте обязательно потому что выгоднее вам будет покупать все на лиры с афет встретиться не получилось поэтому смотрите видео по ссылке в описании я думаю что вам будет интересно ну и конечно же пишите в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть на канале например мы сегодня сделали обзор такой небольшой на махмутлар хотели вы бы видеть например обзоры на другие районы аланьи потому что у нас есть обзор на обу на тосмур нет ну на какие-то другие районы я бы могла сделать обзор поэтому обязательно пишите заказывайте я постараюсь выполнить ну а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока 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 Субтитры подогнал «Симон»